Четвертый подвиг. Четвертая подвижка на пути Алкида к состоянию Геракл. Кстати, напоминаю, состояние Геракл расшифровывается как сила жеры, то есть сила жертвенности, сила жертвы. Вот на пути к состоянию Геракла Алкиду, это вот дикое наше начало звериное, ему пришлось поймать риманского вепря. Опять нам надо расшифровать слово. Здесь три корня. Ф, Э и так. И как всегда мы здесь, не как всегда, а в данном случае мы читаем наоборот. Вообще буква Э очень часто показывает, что слово надо читать справа налево. Ф переходит в Т. Федор, Теодор. Это на мир. То есть риманский вепрь, это переводится как это на мир. То есть Геракл здесь своим, не Геракл, вернее, а Алкид, правильнее сказать. Он еще будет Гераклом там на 10-12 подвиге. Пока это Алкид, который идет путем жертвенности. То есть он на этом подвиге учится миру в душе. Как он достигает этот мир? Очень просто. Он загнал этого вепря на высокую гору. То есть здесь мы уже видим верх. И загнал его в снег. На горелках? Да. А снег – это нежность. Нега, нежность. То есть дикий зверь Алкид. Учится нежности. И это высокое состояние. И высокое состояние вот здесь вот. Но вспомните, где нежность у нас? Вот здесь вот у нас нежность. Просыпается, когда мы ее чувствуем. Вот здесь вот она и горло захлестывает. Особенно, когда маленький ребенок или маленький котеночек. Вот это вот. Вот это вот. Вот здесь нежность просыпается. И дикостью уже здесь не пахнет. Значит, на четвертом подвиге Геракл, не Геракл, а Алкид, правильнее сказать, он познавал состояние нежности. А нежность соединяет с миром, со всем живым в мире. Как расшифровывается вепрь? Вепрь – так что? Ну, давайте такое вот. Слово «свирепый» знаете, да? Вепрь – это «свирепый», «вепрь» – это «свирепый». И они действительно очень «свирепый». У них еще два клыка таких. Это тоже показывает указание на однобокий ум. То есть, когда человек живет отдельно от мира, для себя. Он зверь. Он отнимет кусок у ближнего, участок, деньги. Он живет для себя. Вот эти вот клыки или рога у Минотавра – это вот знак того, что это однобокий ум. И очень часто и в греческих мифах, и в картинах, очень часто средневековых, когда рисуют, это знак того, что ты имеешь дело с однобоким умом. Часто этот рог отламывают или у вепря там клык отламывают. Вот это тоже знак того, что мы имеем дело с однобоким умом. А в теле где он, этот однобокий ум? Вот нежность, она здесь. А это внизу, в тазовой области. Мы же здесь звери. Мы в животе, и особенно мужчины в члене, они звери. И этот однобокий ум? Да. Да. А однобокий ум, он к половым органам мужчины и женщины крепится. Просто у женщин свой, у мужчин свой. Мужчина член устроен так, что он торчит наружу, то есть мы входим в мир. А женщины, у них влагалище, они впускают в мир себя, поэтому они более мягкие. Но от этого не менее зверские создания. То есть получается, он свое сердце и низ соединил, да? Да, в какой-то степени, да. Да, раз мы имеем дело, да. Вепрь – это низ, действительно. Вообще, вепрь, бык – это одни названия члена в древних мифах, сказках. Так называется член бык, вепрь. А вепрь – это бык или кабан? Кабан. Кабан, вот кабан он тоже называют, да. Вот это все древние названия такие вот символические. Есть такое выражение «усмирить». Здесь усмирили вепря нежностью. В слове «усмирить» в современном значении означает, что вот кто-то буйствует, я его дланью или чем-то усмиряю. Это борьба. Путь к божественному состоянию, к состоянию Бога, к высокому состоянию, никогда не состоит из того, что ты кого-то победил и придавил. Везде любовь, везде признание. Везде вот это вот признание вот этого вот другой половины. Здесь он его загнал. Значит, друзья, смотрите. Это борьба присутствует? Нет, не присутствует. То, что я иду к состоянию мира, посторонний человек может сказать, я гоню, загоняю, я побеждаю, я властвую, я усмиряю со стороны. Есть два вида взгляда на мир. Первый – борьба, второй – любовь. И вот как бы широкая литература для большого количества людей, она состоит вот из этих слов, где я кого-то должен победить и остаться один единственный победитель. Все остальные будут валяться у моих ног. Это, скажем так, психология толпы, которая живет однобоким умом и думает только о себе. Но потом приходит время, когда вот этот вот однобокий ум, дикий, он совершает какие-то вещи. И тогда люди начинают думать, а почему мне так больно, почему я вот людям себе доставляю такую огромную долю. То есть они как начинают просыпаться от вот этого сна. Вот здесь начинается путь любви. И вот он уже совершенно по-другому. А так это все присутствует. Победы, там, поражения, борьба, там, и прочее. Здесь слово «загнал». Вначале говорили. Он загнал, что здесь не надо. Он взял вепре на руку и вознес на голову. Ребята, ну, я говорю языком, который принят у нас в мире. Я по-другому. Я думаю, язык – это и ложь. Язык наш, современный, – это ложь. И очень трудно им. Только мудрые люди могут вот здесь что-то другое увидеть. А нормальный человек понимает, что загнал, убил собаку, похоронил, чтобы духу его не было. Редактор субтитров А.Семкин